Это надо накачивать вот эти трайсов, чтобы когда махаешь рукой, здравствуйте, чтобы вот тут вот не тряслось. Ей теперь приходится приветствовать тысячи поклонников, ведь она же Наталья Глебова, мисс вселенная, а в далекой России, на тихой пихтовой улице приморского города Туапсе, бабушка пытается припомнить, откуда у внучкиных побед ноги растут. Она у нас с детства выступливая очень девочка. Она вставала на стол, она декламировала. Родители Наташи, воспитательницы и моряк дальнего плавания, не дали пропасть дочкиному таланту. Когда девочка закончила четвертый класс, семья уехала жить в Канаду. Глебову только объявили королевой, а на сцену уже выбежали канадские патриоты и обернули ее флагом с кленовым листом. Но больше всех за свою Наташу радовалась бабушка из Туапсе. Ей все равно какой флаг, главная внучка. Наташенька, внученька моя, дорогая моя, поздравляю тебя, деточка моя. Теперь у ее внучки по контракту целых пять лет разъездов, рекламные обязательства и жизнь по расписанию. Сейчас тур по Таиланду. В роскошной квартире с видом на бангкокские небоскребы вместе с королевой живет охранница Нана. Чтобы поспевать за своей подзащитной, маленькая тайка даже выучилась носить высокие каблуки. Вечер без официальных мероприятий кажется пустым. Мисс Вселенная по-семейному ужинает с охранницей. Когда попросили счет, выяснилось, королева не должна за себя платить. Иногда просто комплимент дают, ужин, как это по-русски сказать. Денег не взяли, попросили сфотографироваться. Лишь по пути домой, уставшая на заднем сиденье шикарного лимузина, девочка из Туапсе признается, на королевском троне ей очень пусто и одиноко. Я боюсь, что некоторые могут просто встречаться из-за того, что для публисити, для популярности может быть, поэтому я так не хочу.